Всем привет! Рады представить очередной обзор. Сегодня у нас катушка от компании Белуга. Фаворит Белуга. Вот так вот. ОАШ 7000. Есть также моделька ОАШ 8000. Вот такая замечательная коробочка. Смотрим по лесоемкости, что тут заявлено у нас 04280 045 220. Так, описание катушки также. Вот, собственно, какая катушечка. Катушечка сделана как карповая с байтранером. Байтранер включается назад переключателем. Ручка катушки, несмотря на то, что она кажется что пластиковая, ручка железная. Мы их сейчас немножечко поцарапаем. Вот видно, железная. Берите, да? Да. Катушка не из дорогих. Подобные модели были в компании из шарк, компании микада. Модельки. Вот. Подшипников заявлено. Давайте посмотрим, сколько. 12 плюс 1. Вот она, 7000. Передатка на данной катушке 4,8 к 1. За один оборот ручки 4,8 раз поворачивается этот ротор лесоукладывателя. Так, переключатель байтранера. Вот так сделан у нас. Крутилка заднего фрикциона. Уже не очень, конечно, качественная вот эта вот штучка сидит. Будем ее сейчас разбирать, смотреть как она сделана. Шпуля у нас не конусная. В принципе, что еще сказать? Катушка как катушка. Да. Давайте разберем, посмотрим, как она сделана. Какие подшипники. 12 ли их или не 12. Шпуль у нас основная железная, запасная шпуля пластиковая. Так. Снимаем. Здесь вот такой вот стопор стоит, чтобы не раскрутилась, не раскрутилась гаечка. Так. Ублюдитель. Откручиваем. Знаешь, интересное название Белуга. Белуга. Кто их придумывает, эти названия? Почему Белуга? Почему? Там, где эмблемка должна быть Белуги, эмблемка вот такой вот непонятной породы аквариумной рыбы. Ну, как бы мы с ними сильно не разбираемся, но явно это из аквариумистки что-то. Вот. Ну да, бог с ним. Так. Откручиваем. Открутили. Снимаем. Так. О, боже мой! Подшипник закрытого типа! Представляете? Уровень катушки, которая, в принципе, бюджетная. Подшипник закрытого типа. Пожалуйста. Вот вам и Белуга. Вот вам и название. Да, вот такой вот у нас переключатель стопора. Ручки катушки. Кстати, у нас моментальный стопор обратного хода стоит. Снимаем ручку. Да, подшипник прям неожиданно. Катушка за такие деньги, как бы... Блин, это круто. Просто круто. Снимаем переключатель. Из недостатка разбора данной катушки, вот здесь вот спрятан у нас болт, приходится его откручивать, чтобы снять вот эту замечательную красоту. Вот. Ну, тут ничего не поделать. Придется откручивать и разбирать. Так. Снимаем вот эту стопорную пружинку. Сейчас. Не хочет. Так. Подденем сейчас ее. Ага, есть. Есть. Никуда не денется. Все, сняли. Открутили. Так. Что мы тут видим? Да, ничего особенного мы тут не видим. Так. Откручиваем это. Так. Здесь нам нужна будет маленькая отверточка, чтобы подлезть. Потому что нашей мы не можем туда добраться. Так. Взяли вот такую вот отверточку и выкручиваем. Так. Крутим-крутим. Крутим-вертим. Три-ри-ри-ри-рим. Так. Есть контакт. Снимаем. Вот такая вот замечательная у нас красота. Вытаскиваем. Болтик этот не хочет вылазить. Ну, допустим. Ага, выскочил. Так. Есть. Так. Крышка у нас стоит. Раз, два, три, четыре. На пяти. Болтик. Так. Так. Откручиваем. Опа, не хочет. Переключатель обратного хода снизу у нас находится. Забыл вначале сказать. Ну, мало ли. А то вдруг вопрос возникнет. А где переключатель? Почему не сверху? Ну, в принципе, сверху механизм байтранера, поэтому конструктивно, думаю, он бы там не стоял. Так. Снимаем. Ага. А мы думали, что дальше все-таки тоже закрытого типа. Нет. Здесь у нас подшипник открытого типа. Пожалуйста. Вот так видно будет. Подшипник открытого типа. Вот такой механизм. Катушки. Кулиса. Бесконечника у нас здесь нет. Так. Снимаем шестерню главной пары. Вот такая вот у нас шестереночка. А внутри редуктор. Видели? Вот это да. Подобную катушку мы разбирали в компании из Shark. Она, по-моему, тоже называлась модель UASTA. Как бы поближе, чтобы вам было видно. Вот, вот он, редуктор стоит. Вот такие вот дополнительные шестереночки для того, чтобы катушка у нас была как тяговая. Вот они стоят. И Создают дополнительный эффект тяги. Вот так вот. Тут подшипник у нас тоже открытого типа. Видно, нет? Так, поближе может видно будет. Думаю, что видно. Так, здесь у нас смазочки все достаточно. Много видно прям даже смазки так добротно. Вот она, смазка у нас. Туда накидали. Да, вот такая вот катушка. Давайте посмотрим, есть ли подшипник вот здесь, на шестерне кулисы. Сейчас снимем. И посмотрим, как она у нас сделана. Так. Снимаем болтик. Снимаем этот фиксатор. Снимаем уську. Так. Откручиваем. Нет. Подшипника у нас здесь не оказалось. Итак. Так, а ну, раз мы эту сняли, давайте попробуем. Попробуем снять и маленькую вот эту шестереночку, да? Оп! Улетела шестереночка! Да. Сейчас попробуем ее найти. Бывает и такое. В нашем нелегком деле. Ну, как говорится, не будем останавливаться. Ага. Нет. Все-таки мы ее нашли. Вот такая вот у нас дополнительная деталька. Вот такая вот шестереночка. Так. Так. Сняли, посмотрели. Итак, мы обнаружили три подшипника и один подшипник роликовый. То есть, четыре подшипника. Так. Теперь мы раскручиваем ролик лесоукладывателя. Он у нас металлический. Вот так выглядит. Кстати, как работает душка лесоукладывателя. Механизм захлопывания душки. Жестко работает. Прекрасно. Вопросов никаких нет. Так. Откручиваем. И смотрим, есть ли у нас все-таки подшипник в ролике лесоукладывателя. Да. Подшипник в ролике лесоукладывателя один обнаружили. Два подшипника на ручке катушки. Один подшипник закрытого типа здесь и роликовые подшипники. Итого, пять подшипников мы обнаружили на катушке Белуга Фаворит. Фаворит, да, фаворит. Белуга Фаворит у H7000. Были рады представить очередной обзор. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!